друзья всем привет сегодня мы обсудим очень важную тему которая беспокоит всех чип тюнеров наверное на протяжении всех лет работы и так далее то есть особенно для новичков которые еще на память не помнят какие блоки управления установлены на автомобилях ситуация возникает такая практически всегда то есть вы объявляете например в интернете или еще где-то что вы занимаетесь чип тюнингом соответственно вам начинают поступать заявки и звонит клиент говорит у меня такой-то автомобиль можете ли его про можете ли вы его прошить или сколько это будет стоить вы не знаете потому что у вас из оборудования ну например не очень много всего поэтому и вы не знаете какой блок в этом автомобиле поэтому сегодня вам расскажу полностью от и до технологию как определить заранее что за блок чем его шить ну и даже какую стоимость назвать за все работы и так погнали пример сегодня обратился телеграм-канале у нас человек и говорит ребята ягуар ксае 2016 год какой стоит блок ну вообще-то человек-то опытный то есть кеска так я думаю что он уже проверил и не нашел я вспомнил что у нас турции вот самый популярный прибор для чип тюнинга это flex я думаю дай-ка я зайду на сайт посмотрю есть ли там скорлист так называемый вот дальше то есть я на форуме создал тему даже целый раздел то есть сейчас скажем так оборудование для чип тюнинга карлист и софт заходим сюда заходим в карлист и вот я создал первую тему сегодня только flex потом будем дополнять карлистами вот ссылочка открываем теперь инструкция как этим пользоваться вот этой штукой значит автомобиль у нас ягуар смотрите внимательно и запоминайте показываем дополнительные фильтры show advanced filters значит бренд у нас ягуар вбиваем бренд ягуар все вот он нам выдал все ягуары которые есть теперь как это называется модель xe так модель х я теперь нам выдал уже все ягуары х я теперь у нас осталось видимо что с паспорта самого автомобиля такие данные то есть 2016 год есть до 2016 года модели и эти самые лошадиные силы и киловатты значит у нас сколько там 180 лошадиных сил вот это у нас power в принципе можно отфильтровать но так как автомобилей не слишком много вот пожалуйста 180 лошадиных сил 2015 года начала выпуска соответственно у него если автомобиль 16 то же самое и так что мы выяснили автомобиль у нас имеет блок управления двигателем медиц 17 9 и блок управления коробкой передач вот такой вот 8 хп 70 производства компании за я не знаю будет ли он коробку чиповать или нет по крайней мере блок управления двигателя мы определили это медиц 17 9 зафиксировали идем в этот яндекс короче яндекс и набираем ягуар bosch медиц 17 9 натыкаемся на справочник сразу же открываем справочник кстати можно скачать оффлайн тоже на нашем форуме сейчас покажу так здесь у нас справочники справочники пожалуйста вот я недавно выкладывал справочник полный и вот этот вот сайт он тоже есть тут оффлайн вот то есть его можно скачать на компьютер и без интернета смотреть но тем не менее открываем справочник и смотрим есть у нас распиновка с картиночками есть точка подключения будут пинов вот в принципе то есть нам уже понятно что нужен модуль 3 core процессор у нас tc 17 93 распиновка есть то есть powerbox берем подключаем без проблем осталось найти оборудование которым будем чиповать то есть я конкретно я покупал alex slasher для этих целей с модулем 3 core и powerbox то есть у меня это все есть поэтому я открываю alex slasher выбираю эбу тулбокс эку 3 core и 17 93 вот пожалуйста у меня есть списке такой проц можно шить вот так вот такими какими вот такими ходами мы выяснили что данному клиенту уже можно сказать что да мы можем сделать вашу ваш автомобиль но осталось выяснить сколько стоит допустим прошивка на данный автомобиль поэтому опять же заходим на форум выбираем раздел сейчас скажу какой то есть карлист у нас есть справочники есть осталось узнать стоимость прошивки и тут же заказ прошивок нажимаем и пожалуйста пишем узнать стоимость вы можете просто спросить создавайте тему и пишите ягуар такой-то блок такой-то сколько будет стоить прошивка все и озвучивайте цену клиенту примерно сегодня без шапки что снимал короче говоря вот так заходите на форум значит пользуйтесь разделом чип-тюнинг автомобиля я стараюсь каждый день лучше и делать удобнее добавлять новые интересные вещи напоминаю что у нас можно переключить дизайн если вам не нравится зеленый цвет пользуйтесь синим пожалуйста все удобно качественно мобильная версия также работает прекрасно вот здесь же у нас на сайте ссылочки на телеграм-канал на телеграм-чат ну и на мой youtube канал ну принципе вы и сами знаете этот канал так что подписывайтесь на канал у нас будет очень еще много информации ставьте лайки как всегда там пишите комментарии как можно больше чтоб да это самое было у меня раскрутка все вроде как все всем счастливо и пока